Доброго здоровья! И это продолжение вчерашнего видео. Итак, пытаясь найти связь Тунгусского метеорита и Николы Теслы, я обнаружил новую, незнакомую мне до сели временную линию, которую сейчас начинаю описывать. А это события того самого утра, 1908 года. Как они выглядят внутри ее? Гигантский цилиндрический объект вторгается в атмосферу Земли. Он выглядит как второе Солнце. Он светится ярко-голубым цветом, но настолько яркий, что очертания его сложно определить. Но если смотреть через сварочное зеркало, ой, сварочное стекло, то есть через очень затемненное стекло, то можно увидеть форму цилиндра или трубы или муфты. муфты для труб. Хотя они могут выглядеть по-разному. В общем, от трубы или цилиндра с чуть уменьшающимися в диаметре концами. И поэтому, если его, когда его могли видеть с Земли обычные люди, которые не имели сварочного стекла, они могли видеть второе Солнце. Некоторые, кто не боялся, кто или кто пытался разглядеть, могли видеть Солнце. Хотя не знаю, можно ли там увидеть. Чуть удлиненное голубое Солнце, то есть не круглое. Итак, оно лишь летит с очень большой скоростью. Наши самолеты с такой не летают. То есть наши самолеты медлительные по сравнению с ней. И оно летит наискосок, как бы параллельно, не параллельно, а диаметром. Так. Сейчас. По диагонали к Земле. Но это очень плавная диагональ. Очень такая сглаженная. Буквально такая. Так. И при пересечении Тихого океана и Камчатки сначала на большом расстоянии проявляется по отношению, пролетая как раз на территорию Камчатки, через территорию Дальнего Востока, вот пересечение границ океана и Земли служит сигналом к проявлению и к появлению преследования или хвоста, или объекта, который с этой границы начинает преследовать. Ну, сначала на далеком, на дальнем расстоянии этот объект. Второй объект выглядит как диск, толстый диск. Так, если цилиндр имеет большие размеры, где-то сотни метров в диаметре и максимальном диаметре и километры в длину, то диск, диск, преследующий его, где-то до сотни метров в толщину, высоту точнее, и в диаметре до, ну, может быть, около 200 метров, может меньше. То есть, разница большая между их размерами. И в это же время навстречу летят еще два объекта навстречу цилиндру из разных концов земли, с севера и с юга. Постоянно корректирую свой курс, чтобы пересечься с цилиндром. То есть, с трех сторон цилиндр летит с запада на вас, с востока на запад, сзади его преследует диск. И с двух других еще два диска. То есть, с севера и с юга летят еще два диска, диска пытаясь, корректируя, пересечь курс. То есть, они сближаются к точке в Сибири, как будто они хотят его блокировать, или взять квинч, или встретиться с ним в одной точке. Все четыре объекта летят в одну точку пространства. При, приближе... похоже, цилиндр не знает, возможно, не знает об этом, что его преследуют, потому что сейчас когда он прямо по курсу обнаруживает первый диск еще издалека, то есть, еще за сотни километров. вспышка... вспышка и молния, или очень ровная молния, похожа на нашу... на лазер... на вспышку лазерного луча. Да, похоже... Технология к близкому лазерному лучу. Цилиндр выстреливает лучом в сторону первого диска, который идет на пересечении его курса. То есть, который еще очень далеко, за сотни километров. Вот, летит... цилиндр летит и диск летит встречным курсом. Похоже, обнаружив диск, цилиндр стреляет в него лучом. Вспышка, первый удар, первый грохот. Похоже, разгерметизация или поражение диска. Потому что он теряет части. Он как бы... Первое попадание сразу в точку. Вспышка, грохот и диск продолжает лететь, потому что скорости у всех были гигантские. диск как бы выглядит теперь как бы с выгрызенным как от яблока куском. Как бы отгрызанный или часть пораженной. И он начинает пикировать. Все еще летя с большой скоростью по инерции, он начинает снижаться, но постепенно. то есть ну так теряя части себя. Но все еще остается в... То есть маленькие части себя при взрыве или при вспарывании оболочки разлетаются, но большая часть диска все-таки летит и вырезается в землю. То есть еще продолжает лететь сотни и так даже километры да сколько-то километров десятки километров пикирует и врезается в землю уходит еще один удар еще одно врезается и такое мини сотрясение земли происходит маленькое так удар грохот и он в земле на несколько десятков метров то есть он уходит вглубь земли вспарывает землю на его месте сейчас озеро то есть он создает небольшой кратер который сразу же заливает местными водоемом то есть там озерцо река заполняется водой то есть сейчас там маленькое озерцо а он падает в русло реки серьезно поэтому вода так отматываем назад сразу после выстрела цилиндр продолжает лететь тем же курсом и получает удар сзади спустя буквально короткое время то есть агрессию проявил первый цилиндр то есть эти три объекта летели чтобы блокировать или чтобы навстречу чтобы встретить его и вдруг цилиндр выстреливает проявляя агрессию военные действия буквально так поражает объект после выстрела цилиндра объект диск летящий сзади постепенно приближающийся к цилиндр к цилиндру совершает выстрел в сторону цилиндра и первое попадание в заднюю часть но попадание не не приводит к пикированию цилиндра как в первом случае с диском то есть он продолжает лететь но поврежденный похоже дымить похоже что-то теряет так он уже так скорость уже не та скорость медленней он то есть он продолжает лететь как будто ища так что же может быть в поиске места посадки может быть пытаясь пытаясь что-то сделать чтобы восстановить в общем раненый цилиндр гигантский летит так а тот диск что-был летел за ним сманеврировал то есть выстрел произвел и сразу отклонился вправо то есть сразу в сторону ушел уходит потом опять маневрирует опять летит параллельным курсом с цилиндром но на большом расстоянии поражен поражен северный диск через короткое время через какое время сейчас южный диск только приблизившись позже всех делает выстрел и сразу меняет курс курс сейчас точное попадание опять в заднюю часть цилиндра вот здесь происходит взрыв вот здесь происходит канонада то есть вспышка взрыв крупный похоже от этого второго попадания у него происходит так выход выход энергии выход чего-то такого громкого то есть там гигантская герметизация или попадание может быть в топливное что-то то есть происходит первый самый или первый громкий удар или вспышка и гром гром вот так все а это попадание смертельное то есть теперь цилиндр начинает резко нет не резко а пикировать пикировать но так же так же не падая вниз сразу а вот так по инерции еще летя вперед потому что скорость все-таки была пикирует падает все его даже крутит его начинает уже в полете крутить кстати вот первый вывол леса первый удар когда его поразили второй раз то пробили глубже или высвободилось большое количество энергии за счет чего не знаю и он был уже близко к лесу и то есть нет подождите даже не так близко но энергия выстреливает и первое поражение то есть энергия идет вниз и первое поражение деревьев то есть ударная волна падает на лес и деревья валятся резко ломаются то есть огромный участок леса сразу выкашивается то есть сламливается ударной волной это за счет того что высвободилось из плюс энергия выстрела плюс высвобождение энергии из самого корабля цилиндрического и тут он его начинает крутить он падает уже беспорядочно вот раскручивая потом первое касание одним концом земли а потом вторым концом земли и он немножечко еще так под сейчас его подбрасывает слегка а потом третье и он так там болото похоже и он в это болото врезается то есть ударяется концом от земли потом вторым подбрасывает и вырубается в землю в болото похоже не знаю может не в болото там вода там так и уходит так сейчас и при этих взрывах всех при повреждениях были осколки и разлетаются они в разные части уплавленные сейчас так все экипаж диска экипаж цилиндров мертвы то есть повреждения несовместимые с жизнью сейчас эти диски которые двое остались они перемещаются и смотрят смотрят а зависают смотрят на то что произошло один над цилиндром второй над упавшим диском так так и на то дальше мне показывают что дальше разрешение надо чтобы рассказывать о следующем так мне буквально блокировали сейчас, разрешение может быть ваши голоса, если вы спросите что было дальше, может быть этого хватит, то есть если вы напишите что было дальше, продолжай пожалуйста, возможно это может хватить на то, чтобы тайны дальше раскрывались сейчас время заканчивается может еще и поэтому хотя в общем от вашей энергии от ваших значков таких или комментариев, продолжай пожалуйста и поддержки сколько будет особенного голоса вконтакте будет зависеть от продолжим ли мы рассказывать что было дальше, потому что рассказываю не только я а мне позволяют, разрешают и предоставляют информацию на этом видео завершаю, до следующих встреч пока